Я всех приветствую, меня зовут Евгений. Я для вас сегодня подготовил достаточно необычную, я думаю, интересную тему. Для многих во многом, я думаю, она будет новая тема. В особенности, я полагаю, под тем углом, в котором я буду эту работу вам показывать и рассказывать. И я в целом надеюсь, что вы с интересом, значит, для себя проведете время. Ну и в конце я у вас спрошу, было ли оно так. Я рассчитываю, что наш вебинар, он продлится где-то час-полтора, смотря на сколько получится. Но, тем не менее, готовьтесь быть активными, вовлеченными, задавать ваши вопросы. И это ваше участие сделает наше времяпропровождение совместно максимально полезным для вас и, не знаю, для меня, видимо, тоже. Значит, сегодня я хочу с вами поговорить про такую тему, как раскрытие способностей нашего мозга, используя технологии медитации и саморегуляции. И здесь, наверное, сразу может быть не совсем очевидно, что имеется в виду. И я, соответственно, попробую вам сейчас эту тему раскрыть. Сначала давайте посмотрим, что такое наш мозг. Мы знаем, есть разные мифы, связанные с мозгом, что там его потенциал используется полностью, не полностью. Говорим о том, что важен интеллект человека, что мозг представляет собой некий орган, скажем, да, некую систему, куда проецируется сознание человека и так далее. То есть мозг, я думаю, все согласны, достаточно важная система. Но все ли из вас знают, как мозг работает? И, пожалуй, это не обязательно знать досконально. Да, это может быть не так интересно. Но более интересный вопрос, знаете ли вы, как правильно пользоваться своим мозгом? Знаете ли вы, как его правильно эксплуатировать, чтобы ваш мозг работал оптимально, максимально? Знаете ли вы, что у вашего мозга есть разные скрытые функции, которые прячут от неопытных пользователей? Хотели бы вы узнать, что это за функции, возможности? Хотели бы вы стать более продвинутым пользователем и такие функции открыть? То есть, когда человек начинает литературу какую-то изучать по саморазвитию, то в различной эзотерической литературе говорится о неких оккультных способностей нашего мозга, о наличии неких механизмов наподобие третьего глаза, так называемого способностей мозга напрямую воспринимать информацию. Говорится о возможностях телепатии, о возможности считывания мыслей, передачи мыслей. Говорится также о том, что мы нашим мозгом можем влиять на внешний мир. И помимо некого предания, рассказов, баек, историй существующих и описаний людей, которые занимались практиками и развили в себе способности и с рассказов демонстрировали эти способности, есть еще и целый ряд научных исследований возможностей мозга. Это достаточно интересный, на мой взгляд, опыт с гипнозом. Очень показательный, и этот опыт очень мощный. Он показывает гигантский потенциал нашего мозга. То есть, сам мозг, как некий орган-организм, обладает излучениями, обладает неким электромагнитным полем. И вокруг нашего мозга все время имеется некая энергетическая полевая оболочка. Это как бы ученым известно. Дальше, в опыте с гипнозом, про который я говорю, человеку, введя в состояние гипноза, то есть у человека открыли консоль и начали туда, в обход сознания, прямо в мозг вводить данные о картине мира, о том, как реальность выглядит. Напрямую, в наличии в состояние гипноза, в человека вводят информацию и описывают ему картину мира или ей. И в этом состоянии мозг это принимает за чистую монету, принимает за объективно существующий мир. Хотя это может быть некое описание. И человеку положили на руку обычную просто монету и внушили, сказали, что эта монета, она раскалена до красна, что она раскаленная. При этом физически, физически на руку человеку положили обычную монету и тут же в этот момент на руке возник жуткий ожог от обычной монеты комнатной температуры. То есть мозг человека, когда в него ввели вот эту информацию, картины мира, что на руке лежит раскаленная до красна монета, мозг просто выжег ткани руки и воспроизвел вот эту вот реальность. То есть представляете, каким потенциалом мозг наш обладает. И я уверен, что это вовсе не полный потенциал возможности, одни из возможностей нашего мозга. Другие возможности связаны с телепатией, связаны с возможностью дистанционного видения, восприятия ауры тонких тел и так далее. Есть описания, которые говорят о том, что такие возможности есть, но не так много людей, которые могли бы это демонстрировать, которые могли бы показать такие способности. То есть эти способности есть далеко и не у каждого в таком виде, в развитом, в прокачанном состоянии. Но возникает вопрос, почему дальше, с чем это связано. Может это связано с тем, что мы просто не умеем пользоваться и не задумываемся даже об этом, о таких возможностях. И насколько много мы в принципе знаем о том, как работает наш мозг, как работает наше сознание. Ну и многим наверняка нет необходимости в такой способности мозгом выжечь что-то на теле, тем более своем. Но у всех, я думаю, есть некое желание, потребность научиться управлять своими состояниями, научиться считывать информацию из информационного поля, научиться влиять, воздействовать на какие-то ситуации. Скажите мне, хотели бы вы свои способности развить, узнать механизмы, которые ведут к раскрытию этого психического потенциала, который в каждом из нас заложен. Скажите мне, какие возможности из тех, что вы слышали, вам было бы интересно развить, раскрыть. Значит, наш мозг обладает достаточно большими потенциалами, возможностями. И что вам было бы интересно? При этом я дальше будем говорить о том, что ни одним мозгом единым, даже в человеке, что мозг представляет собой лишь некую проекцию сознания. И дальше мы будем рассматривать вот эту систему как бы более комплексно. Но об этом я поговорю дальше. Хотели бы научиться управлять своим мозгом, своими режимами? Хотели бы вы раскрыть потенциал своей психики, своего сознания? Кто хотел бы развить потенциал? Скажите я. Хотели бы вы себе развить психокинетические силы, способности влиять на мир, на мироздание, обладать инструментами саморегуляции? Ведь так или иначе, у нас все время возникают какие-то состояния, горка, подъем, потом спар, расстройство, радость. Есть как бы ситуациями, с которыми нам приходится справляться в жизни, и есть ситуации, с которыми нам необходимо мобилизовать себя, мобилизовать свои ресурсы, свою психику, да, обрести некую психическую уверенность в себе, психическую стойкость, саморегуляцию своей психики. Когда вы способны противостоять какому-то стрессу, да, каким-то ситуациям, каким-то расстройствам, более такое применимая, да, частая опция, скажем, да, чем там телекинез или там, ну, телепатия, допустим, или там выжечь мозгом как бы кусок ткани, может быть, это активировать свой интеллект, да, прокачать, раскачать работу своего ума как механизма. Задумывались ли вы о том, что такое мышление? Можно ли мышление представить в виде некого, как бы, машинки по обработке информации, да, если это, как бы, некий такой механизм, который работает с определенной скоростью? Вот, вы замечали за собой, что один день, как бы, думается, хорошо, быстро, как бы, соображаете, как бы, то, сё, много, как бы, можете продумать, создать, другой день, проснулись, вообще ничего, голова не думает, не соображает, пробуете чего-то там завести, как бы, мысли, да, думаете, там, вот, на работе пробуете себя, это самое, и никак. Было ли у кого такое? Вот, напишите там, да. Есть ли у кого-то из вас такая, такая вот по жизни сложность? Мне кажется, у каждого такое бывает, да, и, в принципе, каждый хотел бы научиться управлять вот этим, и это ближе к нам, чем, там, двигать силой, мыслью, как бы, палочку какую-то, или, да, выжигать что-нибудь. То есть, вот такие вещи, психическая некая сила, сила, как бы, личности, способность, как бы, активировать свое мышление, ускорить, как бы, работу своего интеллекта, возможность, как бы, активировать интуицию свою, да, чувствовать людей. Чувствовать их намерение, чувствовать, получится что-то хорошее или нет. Вот те вещи, которые нам всем нужны, каждодневно, да. То, с чем мы все время, как бы, в жизни сталкиваемся, и то, что нам может дать неоспоримое преимущество в социуме. Поскольку социум так устроен, что все время происходит в социуме конкуренция за ресурсы. И, соответственно, люди с большим потенциалом, они способны больше ресурсов для себя, больше возможностей получить. Не просто материальных каких-то, да, это только первый этап, это только маленькая ступенька. А дальше, как бы, сложнее, да, научивший себя обеспечивать, человек должен, как бы, в жизни самореализоваться. И для этого нужны уже резервы своей психики. А для этого нужны способности активировать те потенциалы, которые в нас есть, и научиться их задействовать. То есть, где та кнопка, на которую нам нужно нажимать, чтобы наш мозг раскрутился, чтобы наше мышление стало более активным, динамичным. Да, вот, а где та кнопка, где это выключать. Вот, было у вас такое, когда вам нужно спать, как бы, да, вы говорите, мозг спи, да, он продолжает там считать, как бы, палочки твикса, как бы, и так, и так, да, и задумываться о мысли, как бы, а что, если бы кружевник был мировой валютой. Вот, как делает одна моя знакомая, вместо того, чтобы спать, периодически. Вот, посещали ли вас такие мысли, вместо того, чтобы спать, да, то есть, мы живем в информационную эру, и в какие-то моменты мы, как бы, себя перенакручиваем, да, нашу психику. Где та кнопка, чтобы себя успокоить, чтобы, как бы, мозг притормозил, вошел в режим релаксации и начал отдыхать. А где та кнопка, чтобы мы быстро восстанавливались, чтобы наш организм быстро отдыхал, да, чтобы за ночь мы могли себя полностью восстановить и наполниться энергией. Задумывались ли вы об этом? Вот, что, на мой взгляд, важно, вот, что, как бы, востребовано, да, вот, что каждый человек должен был бы уметь. Хотели бы вы научиться вот этому, да, раскрывать себе вот эти резервы и научиться, главное, ими управлять, овладеть вот этой саморегуляцией, понять, как устроено наше сознание и где в нашем пространстве психики вот эти вот кнопки, да, где вот эти точки воздействия, на которые нужно нажимать для того, чтобы менять свои режимы, для того, чтобы можно было свою жизнь, как бы, да, брать под контроль. Брать под контроль свои состояния, активировать свое мышление, раскручивать, там, свой психический потенциал или, наоборот, вводить себя в состояние восстановления. Кто хотел бы научиться? Напишите, я хочу. На правильный вебинар я вам постараюсь сейчас рассказать, как бы, свои мысли, свои воззрения, потому что меня, если вы знаете немного, да, чем я, в принципе, занимаюсь, так, последние лет 10, меня эта тема развития психических сил крайне интересует. Это, как бы, центральная тема, которой я занимаюсь, психорегуляция, некое развитие возможностей, способностей человека. Я, как бы, пробовал разные техники, и я большой, как бы, да, сильный практик с большим очень опытом разных глубоких состояний. И, соответственно, меня все время интересовало вот эти вопросы, да, что, как в себе активировать. С утра просыпаешься, как свой мозг включать наиболее эффективно, как самым быстрым способом наполниться силой энергетически, психически, да, как накачать потенциал в свою нервную систему, как эффективно работать с практиками и так далее. Соответственно, я вам про свои мысли и, как бы, некие наблюдения, да, выводы, к которым я пришел, сейчас попробую рассказать. Представьте, что ваш мозг — это некий такой компьютер биологический, где нам нужен некий интерфейс, да, то есть нам нужны, как бы, ну, кнопки, да, некие якоря для того, чтобы работать с теми или иными состояниями. И я предлагаю, как бы, создавать некий интерфейс внутри себя, внутри пространства своей психики для того, чтобы своими ресурсами, своими состояниями управлять. Вот модель, которая всем, как бы, понятна вам, да, вы сидите, как бы, перед монитором, я предполагаю, который, да, является там проекцией компьютера, который управляется некой операционной системой. То есть у нас в компьютерах есть некая оболочка, визуальная, как бы, да, графическая операционная система, вряд ли вы с консоли сидите, вот, это графическая система, которая нам позволяет манипулировать информацией, манипулировать ресурсами. Но есть ли у вас в сознании некий аналог? Есть ли у вас в сознании некая оболочка, да, некий интерфейс, внутри которого вы могли бы управлять ресурсами своей психики? Задумывались ли вы об этом, как это можно сделать? И это, мне кажется, печально, да, мы живем, мы вовлечены в процесс, происходящий в жизни, но как часто мы, как бы, поворачиваемся внутрь, вглубь себя? Как часто мы включаемся в тот мир, который находится внутри нас, внутри нашей головы? И как часто мы задумываемся о том, как это работает? Представьте, что есть некие способы, есть техники, с помощью которых мы можем погружаться внутрь себя, внутрь своего психического пространства и начать определенными элементами, как бы, узлами нашей психики управлять и регулировать, работать саморегуляцией. И здесь нет необходимости придумывать чего-то нового, потому что эти вещи, они, как бы, в традициях были уже давно исследованы и используются. Только, возможно, это не было, как бы, вот, собрано вместе, воедино, в некую целостную такую систему саморегуляции. Да, то есть, есть, как бы, техники, я думаю, все вы слышали о том, что есть медитация. Вот, многие из вас практикуют медитацию, скажите мне, поставьте плюсик, если вы практикуете медитацию хотя бы раз в неделю. Так, сколько у нас медитирующего посетителей? Много достаточно. Нет, вот минусик есть, но плюс зато большой в нике. Так, практикуя медитацию, наблюдали ли вы у себя в голове некий интерфейс, который позволяет вам управлять своей психикой, своей саморегуляцией? Есть ли у вас при этом сознание, как бы, некая система, которая вам позволяет активировать мозг, да, позволяет вам задействовать те или иные ресурсы? И делаете ли вы это регулярно? Да, управляете ли вы, регулируете ли вы своим сознанием? Так, вот у некоторых, не, не видел. То есть, некоторые используют такую систему. Но смотрите, пропорция, как бы, да, такая показательная. То есть, большое количество людей медитирует, вот, но пока используют это на практике, вот, не так много. Давайте посмотрим. Так, режимы можете менять. Хорошо. Какой есть опыт, как бы, да, вот, мировой? Какие есть примеры интересные саморегуляции, которые я подобрал, например? Вот здесь слева такой человечек проводил над собой эксперимент. Он себя в две такие большие, огромные, громадные глыбы льда заточил. И пребывал он там, не хочу вам соврать, но достаточно долго. Да, известный, как бы, некий иллюзионист Дэвид Блэйн, он же Факир, показывал некие возможности грани человека. Ну, и он любит, как бы, да, со своим телом всякое проделать. То есть, это такой пример саморегуляции на уровне тела, да, то есть, любой обычный, как бы, человек, когда голым телом, он, как бы, стоит между двумя громадными, как бы, глыбами льда, да, то есть, это две громадные глыбы льда, в них вырезан, как бы, чего-то примерно контура тела, туда, как бы, они, там, весят не одну тонну, да, человек, как бы, зашел внутрь, и вот с помощью крана, с помощью спецтехники эти две глыбы захлопнулись, и все, вот, и он там сидит, холодно, вот, тело, как бы, температура тела понижается, да, то есть, коллапс организма у обычного человека происходит достаточно быстро. Здесь же человек держался, ну, там, достаточно долго. Вот, за счет чего? За счет, как бы, управления своими внутренними системами, за счет определенной саморегуляции. Но, опять же, не то, чтобы это нам было практически как-то очень полезно, необходимо в жизни, но в плане демонстрации, там, шоу, видимо, было интересно. Другой пример, дальше, как бы, да, центральнее. Здесь два человека сидят на снегу, как бы, да, накрытые, там, просто у него одеял. Вот, на самом деле, вот эти вот полотенца, как бы, которые на них висят, они мокрые, да, а вокруг достаточно приличный мороз. И это уже йога, определенная такая йога-разминка, как бы, называется тумо, да, и практика йогов респы, которые учатся активировать, повышать температуру своего тела. То есть они себя разогревают, и они развлекаются тем, что они на себе сушат ледяные простыни. Это такая у них народная забава. То есть они сидят на берегу, рядом прорубь, да, бежит, как бы, мальчик-монах, макает туда, в эту прорубь, вот это полотенце, и ему нужно добежать, как бы, до этого йога, кинуть ему сверху вот эту ледяную простынь, как бы, из проруби в мороз, иначе он сгорит, как бы, да, чтобы он не перегрелся. Что они делают? Они погружаются внутрь, как бы, себя, они своим сознанием, мозгом включаются в механизмы своей регуляции, в свое сердце, и они визуализируют в центре сердца некий огонь пылающий, полыхающий. А если вы знакомы с традицией психокинетики, то вы понимаете, что сердце у нас связано с Солнцем, с каналом Солнца, да, и здесь происходит активация этого канала Солнца, кровь проциркулирует через сердце, да, и за счет активности вот этого канала Солнца кровь нагревается и нагревает тело, да, и они в себе разгорают, как бы, разгорают вот эту температуру, активируют температуру тела. За счет этого они сушат вот эти просты. Но, опять же, не то, чтобы нам это каждый день нужно было делать. И это демонстрация работы с телом. Но можно регулировать и не только тело, но и свое сознание, да, можно, как бы, включиться внутрь себя и начать управлять состоянием своей психики. Ну, вот рядом у меня еще справа даотские практики, да, скажем, работа с нижним дянь-тянем. То есть это работа, которая позволяет перемалывать, переплавлять блоки энергетические, какой-то энергетический мусор, который мешает гармоничному взаимодействию нашего организма, нашей, как бы, психики с внешним миром. А здесь это уже как создание некой формы энергетической, которая позволяет нам прочищать свою энергетику, да, и работать с уплотнением своего энергетического поля. И это тоже определенная такая саморегуляция, да, какая-то такая энергетическая практика, которая нам позволяет управлять собой, менять, управлять своими режимами. Понятно ли пока вот это? То есть о чем здесь идет речь? Мы говорим о том, что, в принципе, существуют практики, да, в которых мы можем своими состояниями управлять. И вопрос дальше в том, как бы, как нам это делать эффективно, как нам это делать так, чтобы нам было удобно, и главное так, чтобы у нас были реальные результаты. При вот этой работе. Я вам хочу дать такую модель. Да, представьте, что такое вот наше обычное состояние, что такое наше состояние бодрствования. Представьте себе такую модель, что человек, он состоит, как бы, из этажей. И в традиции говорится, что у нас есть, как бы, семь чакр главных, главных этажей, главных энергетических центров. И представьте, что вот наш, как бы, там, организм и вот эти вот чакры, это, скажем, такой семиэтажный дом. То есть дом, у которого семь этажей, да, и семь, как бы, диапазонов, вот, взаимодействия с внешним миром. И представьте себе такую модель, что человек в сознании просыпается, да, и глаза, как бы, разлипаются, и человек осознает себя, как бы, головой, уткнувшись в окно и смотрящий на внешний мир. Да, и он видит, там, стену спальни, или, там, шкаф, или, как бы, неудомленное лицо кота, типа, есть-то, когда будет уже, а, сколько спать можно. Вот, то есть человек, как бы, глаза открыл, и он, как бы, воткнув, в окно все время, воткнут. Смотрят не внутрь дома, а во внешний мир, да, человек бодрствует, этот дом, он, как бы, ходит, перемещается, и человек все время, как бы, вот, в это окно, как бы, воткнут и наблюдает, что происходит. Потом вечер, как бы, да, там, темнеет, допустим, человек, как бы, устает, начинает выключаться, и он засыпает. Так же, вот, как бы, головой, уткнувшись в стекло, и опять, как бы, просыпается, да, и вот это, как бы, жизнь обычного человека. Насколько часто мы обращаем внимание на то, что происходит у нас внутри, внутри нашего дома, насколько часто мы, как бы, отходим от окна и поворачиваемся внутрь себя, да, и смотрим, что у нас в комнате, сколько там хлама находится, да, что там, где завалено, и можно ли там вообще пройти, протолкнуться, и каким хламом мы, как бы, свою комнату, да, свою голову за это самое закидываем, захламляем. То есть, на что человек там через окно смотрит, да, там, быт, социум, котики, в соцсети, как бы, какие-то разговоры, там, не знаю, сплетни на работе, проблемы, да, и, как бы, человек смотрит одно, второе, третье, еще хуже, там, новости какие-то, и в комнату туда, бам, как бы, одно какое-то, да, бам, как бы, другое. Возникает, как бы, что голова становится внутри, как бы, вот эта комнатка заполнена всяким, всем чем, вот, но часто не тем, что, собственно, человеку это на самом деле нужно. Понятно такая вот модель? Или, представьте, у человека начинает что-то болеть где-то, да, и возникают там где-то какие-то звуки за стены, соседи сверлить что-то начинают, да, и мы чувствуем, что у нас где-то там вот в теле чего-то не так, или где-то чего-то там ноет, или где-то у нас, как бы, вот, там, грудь давит, какой-то камень на душе. И насколько часто мы, как бы, поворачиваемся внутрь и смотрим, изучаем вот это внутреннее пространство. Можно сказать, что медитация – это некий способ, как бы, да, повернуть голову и начать рассматривать пространство внутри себя, да, и не упасть при этом в ум, как бы, не ужаснуться и не заснуть. Вот, и начать смотреть, что у нас есть. И работа над собой, как бы, некие, да, духовные практики, они подразумевают, когда мы не только, как бы, вовне смотрим, физический, как бы, план, через органы чувств тела, да, но когда мы можем повернуться внутрь себя, внутрь своей психики, своего психического энергетического пространства и начать смотреть. А пробовали вы изучать, а что у вас там внутри, да, не ватваси по анатомии, как бы, да, не на уровне тела, а на уровне разума, на уровне сознания, на уровне вот этих этажей. А знаете ли вы, да, что наше вот это пространство, внутреннее его можно, как бы, разбить на этажи, на каждых этажах есть свои, как бы, чудеса, там, аттракционы, свои возможности, свои туннели, порталы. Вот та комната, где живете вы, где вы просыпаетесь, можно назвать пространством вашей личности. Но знаете ли вы, что у вас в квартире есть еще комнаты? Знаете ли вы, что за стенкой есть еще жильцы, которые просыпаются, когда вы засыпаете, когда вы спите? И это ваше подсознание, это ваши прошлые воплощения, так называемые, ваши союзники. А в курсе ли вы, что, как бы, да, щелкнул два раза пальцами и произнеся, там, ахавай, ахавай, особое заклинание, может открыться дверь, как бы, проход, вы можете попасть вот в эту комнату, как бы, тайную, с своими подсознаниями, там, где у вас еще, как бы, есть вы же, как бы, личности, которыми вы были в прошлых воплощениях. Но это еще не самое прикольное. Прикольно, что эта комната, она несколько уровневая, да, и там есть еще верхний этаж, скажем, где находится ваше высшее я, некое божество, ваш высший учитель. Есть, как бы, средняя комната, как бы, да, есть некая нижняя комната, вот, и там есть интернет. Вот, представляете, у вас, как бы, в голове, как бы, в соседнем полушарии, есть, как бы, ну, не космический, да, но планетарный интернет. Есть выход на коллективное бессознательное всех людей, да, и есть возможность, как бы, вот, со всем этим психическим пространством планеты, всех людей, с другими людьми через это взаимодействовать и информацию получать из информационного поля планеты, да, то есть, что умеют экстрасенсы делать? Они умеют, как бы, ухо приложить к этой стеночке, да, там, где есть интернет. Они умеют, как бы, туда голову просунуть, где есть вот это вот включение, вот, как Галина написала, в информаторий, в информационное поле планеты, про которое ученые также говорят, называя это информационным полем или ноосферой, да, кто хочет туда, кто хочет научиться, вот, как бы, голову поворачивать внутрь и рассмотреть, что у нас там за пространство, что у нас есть. Вот это вот пространство, да, ваша комната, личность, это вот это вот интерфейс, ну, это не интерфейс, ладно, но это, как бы, пространство, в котором мы можем создать интерфейс. То есть, первое, что вам нужно научиться, да, это, как бы, вот, поворачивать голову. То есть, человек, это... состоит из двух разумов, да, вот мы говорим о модели человека, как неком всаднике на лошади, так, я-я, и все, то есть вот эти пары человек заинтересовались, да, другим неинтересно, я так понимаю, или чего, или все отошли за бутербродом, как-то вас мало, ребята, вот, или вроде вначале, как бы, столько было энтузиазма, там, я, я хочу, начал вам рассказывать саму суть, и чего-то, как бы, да, внутрь поворачиваться, чего-то там, комната, смотри, вот, давайте так сразу, я, как бы, хочу больше, как бы, информации в массы, активнее участвую, смотрите, модель, да, которую мы используем, это человек, это некий всадник на лошади, то есть у нас есть животное начало, телесное, и у этого животного начала есть свое сознание, разум, но, как бы, на этой лошади ездит наш, ездит некий всадник, когда ездит наше, вот, это вот сознание, связанное с душой человека, и обычно, как бы, да, в обычном все время состоянии, вот этот, как бы, скажем, всадник, да, он включен в лошадь, то есть наше сознание, наш разум, он включен в наш организм, и через наш организм воспринимает, через органы чувств, реальность, да, то есть вот этот, как бы, всадник, который ездит на носителе нашем биологическом, да, наше тело, наш организм, он привык, наш разум привык воспринимать Внешний мир через органы чувств тела нашего. Для того, чтобы нам, как бы, повернуться, повернуть голову, да, нам нужно научить вот этого всадника, как бы, да, абстрагироваться от органов чувств тела и начать созерцать вот это внутреннее пространство своей психики. То есть, чтобы вот этот всадник, он включался, как бы, не в лошадь, а в себя, как бы, да, чтобы у него не восприятие мира через органы чувств включаться, а восприятие, как бы, своего психического пространства. И для этого существует как раз техника медитации. Техника медитации позволяет нам повернуться внутрь себя, внутрь своей психики и начать вот это вот пространство изучать, что у нас внутри комнаты находится. А что там? Там опыт нашей личности. Там находятся те структуры, которые мы с вами за время своей жизни создали, да, наша, как бы, картина мира, самая, так и ценная, да, что есть у мага. Вот, наше представление о себе, о других людях, о том, что уже какой мир, как бы, хороший, плохой. Тот опыт, те структуры, которые мы наработали за нашу жизнь. То те, как бы, камни, тот груз тяжести, да, который мы себе там на душу зачем-то взяли. Те, как бы, проблемы, которые люди на себе таскают. Все это находится внутри, как бы, этой комнаты. Здесь же есть проекция нашего тела, да, как бы, некий такой домовой. Представляете себе такой домовой, да, как бы, разум вот этого тела. И если вот это здание, это наше тело, да, то вот в этой комнате там будет некий домовой. Я его назвал такой мажордом, да, такой управляющий дом. И, по моему опыту, да, взаимодействуя с вот этим вот мажордомом домовым, можно управлять своим телом. И это то, что издревле делают йоги, факиры, ниндзя, как бы, да, вот, люди, которые заняты, как бы, углубленно саморегуляцией работы с собой. И мы можем научиться, как бы, включаться и задавать, как бы, режимы, вот, определённо. Ну, да, смотрите, вот, очень важную тему, как бы, подметил Эстер, страшно внутрь себя заглянуть. Скажите, вот, признайтесь, да, кто готов признаться, что вот есть страх, как бы, заглядывать внутрь себя, да, что вот, как бы, нужно определённое мужество, чтобы повернуться и, как бы, осознать себя, заглянуть, как бы, внутрь себя. Есть ли, чувствуете ли вы, что есть, как бы, некий этот барьер, да, напишите, вот, я там, или плюсик. И, действительно, для этого требуется мужество определённое, да, определённая сила личности. Смотрите, как бы, для очень многих людей тяжким является остаться одним на один с самим собою. Это невыносимо, поэтому люди пытаются вот эту пустоту внутри себя, как бы, забивать всякими предметами. Мне нравится, в интернете есть такой комикс, там, как бы, человечек с такой дыркой внутри себя, да, и, как бы, говорят, что люди, они не могут вытерпеть вот эту пустоту внутри себя, и они туда приноравляются засовывать разные предметы. Тот туда засовывает телевизор, тот туда засовывает, там, какой-нибудь, там, не знаю, культ, или, там, интернет, или, там, ещё что-то. Некоторые умудряются даже внутрь этой дырки засунуть другого человека, вот. Но я, например, да, там, говорится, обнаружил, что если бежать, как бы, лицом к ветру, по ветру, то из этой дырочки, как бы, издаётся прикольный свист. Вот, и мне нравится просто, как бы, вот, бежать, как бы, да, навстречу ветра, вот, и вот этот, вот, как бы, прикольный свист идёт. То есть, есть люди, которые научились, как бы, вот, планировать, как бы, да, такое, плыть в неком потоке. Вот. И, соответственно, требуется определённое мужество, чтобы повынуть в себя. Я вам гарантирую, что в тысячи раз страшнее не сделать этого и прожить свою жизнь зря. Как бы, да, в тысячи раз страшнее, как бы, быть просто неким биороботом, быть просто неким предметом неосознанным, который не управляет своей жизнью, не управляет своими состояниями. Ещё страшнее не знать, как бы, гораздо. Вот, но, как бы, дело каждого, да. Так вот, когда мы научились поворачиваться внутрь этой комнаты, дальше, из этой комнаты у нас могут быть включения во всё. Как бы, да, в соседнюю комнату, в нижние этажи, в верхние этажи и во внешний мир. Во внешнем мире есть масса источников энергии, есть тонкие планы, да, которые не толстые. Вот, то есть, помимо физического мира есть ещё, там, мир астральный, мир снов, там, мир даже посмертия, да, мир, там, идеальных форм, там, где вот каноны святые находятся и так далее. И, научившись, как бы, формировать некий интерфейс внутри своей психики, некие такие якоря, некие локации в этой комнате и расчищать, как бы, посторонние, да, некий хлам, мы можем с миром взаимодействовать совершенно на другом уровне. Кому было бы интересно научиться, скажите мне, скажите я. И, понятно ли, вот эта вот модель общая, которую я вам описал, да, то есть, мы начали с того, что я начал рассказывать, что вот, как бы, да, наш мозг, вот, кому больше, как бы, да, наш мозг, у него есть способности, там, вот, ткань выжечь, как бы телекинез, вот, какой-нибудь телепатия, кому чего, там, все сразу ясновидение, хочу, там, телепатию, потом какие-то более очевидные вещи. Но как это делать было, да, вот это можно делать таким образом, то есть, модель, как бы, выглядит так, мы с помощью медитации, как бы, поворачиваемся внутрь себя, дальше мы создаем определенные визуальные интерфейсы, которые нам позволяют со своей психикой работать. И сейчас у вас есть уникальная возможность узнать вот это, да, научиться вот этому, научиться обрести вот эту практику, как бы, да, сформировать внутри себя такой визуальный интерфейс, сформировать внутри себя такую операционную систему, продвинутую оболочку, когда-то визуально, которая позволит ресурсами психики управлять. И я вам расскажу про какие-то базовые сейчас вещи, и к концу вебинара мы попробуем с этим поработать, если не сильно затянемся. А я вам с вами попробую провести некоторую медитацию, практику, примерно показать, как бы, да, чтобы вы смогли почувствовать, как это могло бы выглядеть. Но вот эта модель, которую я, как бы, немного охарактеризовал, про которую я буду рассказывать, она, как бы, обладает абсолютной масштабируемостью. То есть, вот в эту, как бы, модель, парадигму целую, можно вписать все, можно любые инструменты. То есть, у меня, например, да, собственно, кто я такой, да, и почему стоит меня слушать? Я занимаюсь практиками с 2000 года. Меня все время очень живо интересовало вот эти способности, возможности человека, да, и я, как бы, вот, родился, вырос в городе Рига. В то время, когда я этим активно включился, там, с 2000 года где-то не было, там, ну, интернет как-то какой-то был смешной, но вот такой вот информации, того, что я сейчас, не было вообще и в помине, даже не каких-то планов. Отдельно только какие-то книжки были. Там вот рассказывалось, да, и, как бы, вот, идешь-идешь, видишь какую-то книжку по йоге, это драгоценность сразу, как бы, сгребаешь, как бы, вчитываешься до дыр, как бы, да, в каждое слово, что там вот есть о практике, упражнении, как бы, да, растягивание жизненного нерва, там, такое, это самое, дыхание проническое. Вот, просто какой-то космос, там, фейтбол, там, да, да, лосские практики. Вот, и быстро, как бы, приходишь к тому, что самостоятельно по книжкам этому не научишься, нужен, как бы, некий учитель, нужна некая школа, где можно состояние, как бы, получить, передать. И, в итоге, мне пришлось, там, чтобы в школу попасть, проехать где-то 2500 километров, как бы, одному, да, через несколько суток ехать. Ну, в результате я, как бы, до школы такое дорвался, быстро в ней стал, лидером начал прогрессировать, получил право вести обучение, преподавание, и этим занимаюсь последние уже лет 6, наверное, активно достаточно. То есть, планы у меня изначально были другие, да, у меня есть хорошее финансовое инвестиционное образование и резюме, как бы, да, банковская работа. И я, изначально, думаю, планировал, как бы, для себя карьеру некую финансовую, там, но, как бы, занявшись саморазвитием, невозможно дальше быть динозавром, да, то есть, это оказалось, как бы, призванием, да, это оказалось такой вещью, как бы, неким делом в своей жизни. Я, в итоге, понял, что это то, чем я хочу заниматься, да, и я сделал еще, как бы, один такой радикальный шаг, все оставил, как бы, престижное, насиженное, как бы, да, обеспеченное и комфортное, и сделал шаг в неизвестность. Сделал шаг, как бы, вот, навстречу, как бы, неизвестности, и, в результате основал эту школу, Эспермастерс, и, собственно, последние лет, лет шесть я активно занимаюсь обучением и исследованиями, да, я, как бы, вдоль и поперек все эти темы уже проработал, перепахал. За последние годы я прочитал около сотни курсов учебных на циклов, на всевозможные тематики, да, от биоэнергетики, экстрасенсорики до сиферотической, рунической традиции, до работы с пространствами, там, посмертия, выходами из тела и много чего еще. То есть, в принципе, можно сказать, что я, как бы, человек большой компетенции в области психоэнергетических и биоэнергетических практик, эзотерических традиций, и, соответственно, у меня есть определенный опыт и квалификация для того, чтобы вести обучение и давать результат. То есть, собственно, результаты являются все время главной такой темой, летмотивом в моей школе, в моих курсах. То есть, я все время тесно взаимодействую с студентами и насквозь, как бы, вижу вот эти проблемы и сложности, с которыми каждый сталкивается. Да, и проблема, как бы, некая в том, что многие занимаются своим развитием, как неким хобби такое, да, некое, там, не знаю, непопулярное учение. То есть, нет такого, что вы, там, все приходите, из социума выходите и попадаете в некий монастырь, там, да, такой, шоу-линии или, я не знаю, ну, не в Гарри Поттера, как это, в Хогвардсе, да, в такое, то есть, некое заведение, где вы весь день, как бы, все время занимаетесь своим развитием. Да, есть такая небольшая, как бы, вещь у каждого из нас, как социум. И то, что у вас в этом социуме есть роли, и что вы на этот социум завязаны. И социум, в котором мы живем, он не средневековый, да, с размеренной, некой, там, жизнью и войной постоянно, он, там, не античный, как бы, да, там, вот, с рассветом какой-то культуры, вот, а он информационный, он, как бы, с таким бешеным ритмом, с огромным валом информации, которая нас бомбардирует. И при этом всем очень сложно сохранить фокус, как бы, да, фокусироваться на одном. И, соответственно, с моей стороны, для меня это такой большой тоже некий челлендж, как бы, вызов, да, как при вот этой среде, которую я досконально сам хорошо, прекрасно понимаю, сделать эффективное обучение, которое дает реальный результат, да, которое дает, как бы, некие продукты, дает, как бы, некие плоды, да, которые участники могут наблюдать и возвращаться, как бы, обратно. Двигаться дальше, как бы, в своем развитии, да, приходить, записываться на новые курсы. И я все время над этим, как бы, бьюсь за некую эффективность практик, за то, чтобы было сразу видно и очевидно, как бы, эффект, результат. Да, за то, чтобы разъяснить, как бы, разобрать по маленьким, как бы, деталям, по шагам, как бы, небольшими порциями, чтобы сразу можно было переживать какую-то информацию, какой-то практике. И, как бы, усвоить сразу, получить результат, некий эффект, да, то есть я мог бы читать, там, лекции годами, теории какие-то, там, рассказывать, да, там, про дерево сифирового, как бы, вот. Но желающих, как бы, вот так, как бы, академически заниматься, думаю, не так много нашлось бы. Большинству сейчас важно то, что можно в своей жизни применить. И вот мне, как бы, лично, все время интересно дать, как бы, инструменты аудитории, те, которые вы можете прямо сейчас в своей жизни применить и благодаря которым вы можете свою жизнь поменять, вы можете свою жизнь трансформировать, увидеть, как бы, результат, улучшить, как бы, качество, да, своей жизни, осознать что-то внутри себя, обрести какие-то возможности, способности, научить раскрыть в себе какие-то ресурсы психики. Вот это здорово, как бы, вот это классно, да, и у меня есть некая, вот, миссия, есть некий, как бы, лейтмотив, да, то есть я заинтересован в создании некого сообщества людей с развитыми психическими способностями. То есть у нас школа называется Эспермастерс, и кто-то из вас знает, как бы, эту историю, да, почему-то, то есть есть книга Альфреда Бестера «Человек без лица», и там описывается общество эсперов, то есть людей с развитыми психическими способностями. И SPR, это от аббревиатуры ESP, Extrasensory Perception, или сверхчувственное восприятие, да, это официальный термин в парапсихологии, который описывает сверхчувственное восприятие, способность воспринимать информацию и ощущение энергии в обход органов чувств, то есть непосредственно сознанием, мозгом, человеком. Второй термин, да, или направление, которое в парапсихологии официально исследуется, это психокинетика, тоже термин, который сейчас для тех, кто в школе занимается, уже не пустой звук, да, которым мы пользуемся. Психокинетика — это способность своей психикой влиять на реальность. Третья тема, которая в парапсихологии официально используется, это выходы из тела, эффекты, связанные с памятью прошлого, да, с призраками и так далее. То есть там несколько феноменов, эффектов, они собраны воедино. Ну так вот, это мой, как бы, некий такой бэкграунд, фундамент, чем я занимаюсь в свое обычное время. К чему я пришел, да, к какой модели в результате я пришел для работы со своим сознанием, что я в итоге вывел, как бы, да, перепробовав многие-многие, как бы, и многие вещи на себе, в первую очередь, потому что, собственно, я тот первый, тот человек, который должен быть максимум эффективным, да, я должен быть, как бы, подавая пример другим, обучая других, я должен в первую очередь быть, как бы, ну, неким образцом, да, тот человек, который сам это все умеет. Иначе, как бы, невозможно передать чего-то, да, какое-то протранслировать состояние, описать. Да, соответственно, как бы, я, как бы, свой самый первый клиент, как бы, я с утра просыпаюсь, как мне себя, как бы, максимально быстро привести в активное состояние, да, как мне включиться в работу, прокачать себя энергетически, наполниться силой, активизировать резервы какой-то своей психики для работы и так далее. И, собственно, вот из этого, да, и из тесной работы с учениками, все время я, как бы, каждый день через день веду занятия, уже много-много-много-много лет, все время наблюдаю, как бы, обратную связь и эффективность разных-разных техник, потому что мы очень динамично, как бы, развиваемся, меняемся. Я, как бы, обладаю большой статистикой в результате, да, по эффективности. Что в итоге? Как бы, первое, я вам могу рассказать, как бы, пошагово, да, что можно делать. Вот, и дальше вы можете это делать самостоятельно, вы это можете делать, как бы, с нами на курсе, это уже ваше решение. В любом случае, я вам расскажу пошаговую систему, как начать, как бы, работать внутри с собой, и как можно вот этот интерфейс визуально создавать, и у вас, по крайней мере, будет представление, как это можно делать, да, дальше уже будет ваше решение, что с этим делать, с этой информацией. Первое, что нам нужно сделать, это научиться с помощью своей, с помощью техники медитации управлять ресурсами и состояниями своей психики, да. То есть, я это называю, как бы, вот, погружение внутрь себя, внутрь своего психического пространства. То есть, нам нужно свое внимание, которое у нас включено в органы чувств, и мы привыкли, изо дня в день мы привыкли монтировать окружающий мир, окружающую физическую реальность, да. Да, это, как бы, привычная позиция нашего восприятия. И нам, чтобы работать с саморегуляцией, нужно научиться свое восприятие вытаскивать из, как бы, органов чувств, вытаскивать из физического мира и поворачивать внутрь себя, то есть, как бы, отходить от окна. И для этого есть, как бы, пошаговая медитация, целый набор практик, которые позволяют это делать. И такая работа, она вводит вас в измененное состояние сознания. То есть, обычное состояние сознания, это когда вы включены вот в окно, смотрите во внешний мир через органы чувств. Измененное состояние сознания, это когда вы активируете правополушарные режимы, и ваше восприятие расширяется. То есть, вы начинаете, да, вы в свое восприятие начинаете включать некие психические феномены, внутренние вашей психики или внешние энергетические, которые обычное состояние сознания не фиксируют. Вот, понятно, вот это не слишком сложно и абстрактно оперирую. То есть первое, что мы научимся делать, это поворачиваться внутрь себя, воспринимать вот это пространство своей психики. И мы создадим себе такую зону безмятежности, зону для медитации. Что интересно, как бы, да, что я вывел? У нас вот эта комната, она, как бы, наше пространство психики, оно разбито на ячейки, как бы, такие. То есть это не просто, как бы, вот, там, воздух или вакуум, это информационные ячейки, как соты такие. И в каждой вот этих ячейках есть свои характерные структуры, свой характерный опыт. Есть ячейки, где мы получаем какой-то позитивный опыт, есть ячейки, где негативный. Есть ячейка, где записано, как мы умеем ездить на велосипеде, да, связанная там с мышечком, с регуляцией. Есть ячейка, где написано, записано, как мы плаваем. А есть ячейка, где мы, такая большая область, где мы спим, да. То есть есть, как бы, для каждого состояния нашей психики есть какие-то свои ячейки. Что еще? У каждого из вас есть какая-то специализация, какая-то способность, то, чем вы в социуме зарабатываете, профессия, и вы ее как бы сформировали, некую структуру, в этом учились, ну, наверное, как бы возьмем средний, например, там, программировать, да, то есть у программиста, у него будет такая вот целая локация, это не одна ячейка, это целый набор таких ячеек, в которых записано, как программировать. У кого-то записано, как криво программировать, у кого-то записано, как круто программировать, у другой человек, там, психолог, у него там ячейки с картинами мира психики, кто-то там хирург, например, да, вот, и еще, то есть и это все внутри нашей психики есть, и с помощью определенных, как бы, там, крючков мы можем до этого дотягиваться, и этим мы будем заниматься, как бы, на курсе. Вот, на моем первом занятии мы начинаем поворачиваться внутрь себя, и мы найдем такую ячейку, где нам классно медитировать, где у нас записано состояние остановки внутреннего диалога, и вместо того, что там сидеть, как бы, диалог останавливать, чего-то, вот, как бы, где чего у нас там должно произойти, мы просто залезем внутрь, как бы, своей психики в то место, где это уже вот есть, и мы этим станем, станем вот этим, как бы, остановленным внутренним диалогом. Ну, и поговорим про режимы мозга, да, там, бета, альфа, тета режим. Второе, что мы будем делать, и вот это, по-моему, очень классная штука, картография механизмов своей психики, то есть это вот эти вот ячейки, да, то есть вы вот знаете, что у вас есть, где у вас что находится, то есть вот эта вот комната, да, а где, как бы, если это книжка, скажем, книжные полки, где у вас, как бы, там, предмет медитации, где у вас предмет, как бы, классно готовить, а где у вас предмет, как бы, психовать и орать там, да, и быть неуравновешенным. Или где у вас предмет, как бы какой-то, да, ячейка ныть, как бы, вот, пускать сопли, пузыри и говорить, что ничего не получится. А где, как бы, да, такая статуэтка победы? Это ваше победоносное состояние, когда вы добились успеха, вы им всем показали, как бы, да, утерли нос, и вы вообще офигенная молодец. У нас есть эти штуки в нашей психике, вот, вы хотели бы научиться просто вот включиться туда, да, получить вот эту вот кнопку, да, пошаговые действия всего один, два, три, повернулись внутрь себя, сосредоточились на вот этой области победы, стали этим, все, три вещи, и вы, ваш день, он радикально вообще другой будет, да, то, как вы такой день проживете, это вообще будет, да, феноменально отличаться от обыденного, как бы, да, А что у нас происходит, как бы, у нас, вот, это центр нашего я, он, как бы, будет, там, блуждается, болтается в нашем сознании. Вот это мы панели, вот это мы, там, надо тащиться на работу, вот это кто-то выглядит красивее, чем мы, там, да, вот это я им, там, всем покажу, не знаю, вот это меня кто-то, там, не меня, да, вот, там, бесит и так далее. То есть это происходит неосознанно. Насколько это эффективно, насколько это продуктивно, да, такая жизнь. То есть это, ну, это никак. Когда лучше враг хорошего, как только вы понимаете, что есть, можно еще, оказывается, вот так, да, а что, так тоже можно было? Да, так вот тоже можно, ребята, так тоже можно делать, да, и почему бы вам не начать это делать, что вас останавливает и что вы теряете, да, почему бы вам, как бы, не начинать день с того, что вы, как бы, делаете раз, два, три, да, пять минут, там, медитации, две-три минуты дыхательных упражнений, вы повернулись внутрь себя, погрузились через яркой специальные, да, вот в эту зону, как бы, я непобедим, да, и пошли добиваться, как бы, результата в жизни, радоваться жизни, радоваться победам, как бы, да, радоваться результатам. Да, не все сразу, как бы, будет так вот, щелкнули и все, как бы, у вас сверху все было с маны небесные упало, потому что как давно вы внутрь себя заглядывали, да, как давно вы расчищали то, что вы, как бы, годами и десятилетиями туда забивали, впихивали в эту комнату, вот, но, как бы, это все можно расчистить, да, и второе, да, что будут делать на втором занятии, это мы будем работать с картографией вот этих механизмов психики нашей. Мы будем какие-то ключевые зоны учиться находить ячейки. Это очень классно. Я какое-то время экспериментирую, и я наработал уже целый набор методов, таких фишек, крючков, как это можно достаточно эффективно и продуктивно делать, как можно быстро выходить в нужное вот это вот ядро. И я это даю понемногу на занятия. У меня есть студенты, кто-то здесь, наверное, присутствует, как я вижу по никам, которые по-разному работали, как бы с разными техниками. То, что обычно используется включение в канал, то, что я как бы давал какие-то навороты, какие-то более такие продвинутые хаки, и как бы вот этот подход. И я везде видел обратную связь, что вот это работает круче, это работает быстрее, это работает эффективнее, так работает проще. Отдельная ячейка, где мы будем заниматься ячейками. Но не знаю. Про ячейки в двух словах скажу, времени не так много, но просто, чтобы у вас была связь. Вот это мы работаем, оперируем в пространстве психики. Но вот эта ячейка, это что? Эта ячейка, это проекция ваш мозг неких нервных узлов. То есть каждая такая ячейка в вашем мозге, это какая-то нейронная сеть. То есть у вас есть ячейка, как бы, навык плавания, но в вашем мозге есть сеть нейронов, раскиданных, связанных между собой, там, с мужичком, с регуляцией тела, как бы, да, там, дыхание, управ, мышцы на управление. Вот это ощущение, да, как бы, как вот плыть, там, и команде, как бы, телу плыви, да, и это целая такая нейронная сетка, которая, как бы, да, некий такой узел, скажем, нейронный. Но на уровне вашего, нашего сознания это проекция такой ячейки. Понятно вот эта связь? Мозг, разум, разум, мозг, как бы, да, ячейка в разуме, нейронная сеть в мозге, нервные узлы в мозге, ячейки в разуме. Понятно? Ну, ладно, это так, для информации. Второе, да, технология медитации, как бы картография нашей психики. Третье, мы научимся, мы познакомимся, собственно, с архитектурой дальше нашего сознания. У нас есть левое полушарие и пространство левого полушария, определенные объекты, которые связаны с нашей личностью. Например, как бы, некая событийная цепочка, субъективное время, как бы, да, это, как бы, наша память личности. Есть зона интеллекта, как бы, вот эта вот машинка, связанная с работой мышления, да, есть какой-то набор ячейк, которые обрабатывают информацию и выдают некое поведение, выдают некую цепочку, как бы, поведенческую. И у нас в нашем пространстве разума, в нашем мозге, да, это определенные зоны, связанные с мышлением. Там, как бы, если мы смотрим физиологию мозга, можно сказать, там, это вот передняя кора, как бы, нет, фронтальная, да, нашего мозга. А если бы, и чего, вот та передняя кора, все, раскручиваем, раскрутите переднюю кору мозга. Вот, давайте, как бы, у вас, вот, засекая одна минута, как бы, и чего делать, вот, как бы, что, где крутить, как бы, вот, вокруг виска пальцем, как бы, да, не помогает. Поэтому, как бы, напрямую с мозгом не поработаешь. Нужен некий, вот, интерфейс, и наш разум, это и есть этот интерфейс. Но мы им, как бы, не пользуемся всеми возможностями, да, и познакомившись с архитектурой нашего сознания, вы, как бы, узнаете, по крайней мере, да, что у вас есть, и как этим пользоваться. То есть, мы научимся находить, как бы, вот это пространство, где у нас процессор находится, наших мозгов, как его активировать, как ему делать буст некий, да, как входить в некий режим супербыстрого мышления, быстрой и эффективной обработки информации некого расширенного сознания. Мы с вами посмотрим, как можно пройти, как бы, где можно проходить из левого полушария вправо. Вот кто-то писал, как бы, да, что я хочу, как бы, найти туда, как туда включаться, в соседнюю комнату, где интернет, где вот это психическое, да, коллективное, бессознательное информационное поле. Вот мы это на третьем занятии научимся делать. Четвертое. Это знакомство с пространством правого полушария, погружение в область субличности наших, да, прошлого воплощения, выход на область коллективного бессознательного, то есть, вот этот психический интернет, как бы, некий мозговой, да, интернет, включение в информационные цепи планетарного сознания. И это то, навык, способность, которую мы нарабатываем, занимаясь экстрасенсорикой. Да, вот у нас сейчас готовится, я на прошлом вебинаре рассказывал про годовой цикл обучения экстрасенсорики. Год, год, как бы, да, почему так много? Как бы за день не раскроешь третий глаз, как бы, да, вот, за три дня это можно только если ломом стукнуть удачно. То есть мозг, он, как бы, обладает нейропластичностью, и навык, он нарабатывается какое-то время, да, то есть представьте, что значит за неделю стать олимпийским чемпионом. Это как? Да, ну или вот, олимпийский чемпион, это, вот я прочитал на днях, это человек, у которого 10-15 тысяч часов, как бы, вот, практики с телом, как бы, да, за плечами, то есть это, там, 5-10 лет. Да, и как это за неделю? Или мастером спорта стать, как бы, в том, в чем вы не разбираетесь. Как бы, вот, как бы, берем, как бы, раскручиваем барабан, да, и тыркаем пальцы. Вот, все, мастер спорта по самбо, за неделю, как бы, вот, иди становись, то есть как-то, то есть, вот, пока, как бы, напрямую, так вот, за раз, нет возможности, поэтому мы сейчас сделали, как бы, годовую программу, она состоит из 5 курсов, которые мы будем обучать диагностике, экстрасенсорике, да, первое, как бы, это вот, каждое занятие, не занятие, а каждый курс, это на развитие навыков совершать не по работу, как бы, проводить диагностику. Сначала это энергетический профиль человека, второй курс, это умение диагностировать проблемы в жизни, как бы, и что делать человеку, почему человек, как бы, на грабли наступает, да, вот, третье, это деньги и заработок, как бы, что делать, чтобы заработать, как бы, да, почему деньги не идут. Четвертое, это будущее, прогнозирование, да, как бы, что будет, если сделать вот это, что ждет человека, как бы, да, можно этому человеку доверять или нет, или чего будет с курсом акций, там, через месяц, вот, и пятое, это диагностика прошлого, прошлой жизни, воплощения человека. И вот это вот набор. И здесь мы как раз будем себе в мозге выращивать способности к вот этому включению в информационные цепи. В чем вообще идея вот этого курса и всего как бы дальнейшего обучения, которое из этого будет вырастать? В эффекте одно слово — нейропластичность. Наш мозг адаптируется, и он строит новые информационные, ну как бы нейронные цепи. Когда мы развиваем себе новую способность, наш мозг себя строит. Наш мозг как бы создает некие цепочки, сетки нейронные, которые этот опыт описывают. Когда мы развиваем себе новый навык, как бы, да, там, не знаю, кататься на лонгборде каком-нибудь, да, или на серфинге, вот, и не падать, как бы, потому что постоянно будете все сначала падать, как бы первые лет нации. Вот, балансировать там, да, или вы там учитесь программировать, там, я не знаю, или там актерскому мастерству. Вы в мозге у себя выращиваете ваш мозг, как бы, да, не то, что вы там сидите, койте, слейкой поливаете. Ваш мозг сам создает новые нейронные цепочки, да, и когда вы качество зафиксировали, у вас, значит, сформировался узел устойчивый. И что потом? А, да, вы там 10 лет не ездили на велосипеде. Вы велосипед увидели, говорите, о, дай это сам прокатиться. Сели и поехали. Почему? Потому что у вас в мозге уже есть вот это ядро, ездить на велосипеде, оно сформировано. И это то, что я хочу, как бы, да, с вами делать дальше на всех наших, как бы, курсах вот в этой школе, да, как бы, что, работая с практикой, формировать у себя в мозге вот этот нейронные цепи и вот этот, как бы, нервный, да, нейронный узел такой, ядро способности, чтобы вы потом, вам нужно продиагностировать, вы, как бы, взяли и диагностируете. Ваш мозг это умеет делать. Вам нужно, как бы, да, там, энергии почувствовать, провести, как бы, да, произделать биоэнергетический массаж, там, не знаю, повлиять на какую-то вероятность, да, настроиться на биоциноз и закачать энергии жизни, манипуру чакру человека, поднять иммунитет или создать некое воздействие, там, да, там, задавить какую-то инфекцию в организме, например. И у вас в мозге в результате такого тренинга, который мы будем давать, уже будет вот это вот сформированное нейронное ядро, которое это позволяет делать. Вот. Насколько круто вы считаете вот это, вот такой подход? Напишите от одного до десяти. Потому что, когда я вот эти вот вещи, вроде очевидные, сложил вместе, мне это, как бы, вот мозг, как бы, просто разорвал, да, сознание, буквально. То есть, для меня это было поразительно, что, оказывается, можно вот так на это смотреть. Потому что я не видел, как бы, чтобы кто-то это делал вот так. А вот, а мы это сделаем вот так. Мы будем, делаем, да, это сейчас вот так, и это будет, ну, просто космическую масштабы вещь, я уверен. Ну, то есть, на мой взгляд, это самый такой правильный способ и наиболее эффективный. Когда вы не, там, читаете философию какую-то, делаете, там, какие-то практики, просто упражнения, как бы, пришли на занятия, послушали, ушли обратно в социум, когда вы методично развиваете свой мозг, свой разум, да. При этом я вам рассказал связка, как бы, да, между разумом нашим и мозгом. То есть, то, что мы делаем внутри пространства своего разума, вот в этой комнатке, оно сказывается на нашем мозге. Но из вот этого пространства нашего разума, да, мы можем управлять и телом. Вот он я. Мировой интернет передает вам привет. Значит, четвертое занятие. Пространство правого полушария. Именно отключение правого. Пространство правого полушария, это то, что дает нам магию и способности. То, что позволяет нам воздействовать на внешний мир. Да, то, что, то про место, где скрыты вот эти вот резервы психические. Ну и вот я остановился на информационных цепочках планеты, да. Вот, есть звук? Нет. У меня идет. Скажу, поставьте плюсик, если слышно. У меня показывает, что есть трансляция. Слышно нормально все, да. Хорошо, вот так, отлично, спасибо. Ну да. И еще, что мы здесь рассмотрим, это область высшего сознания. Вот, вы слышали, что такое ангел-хранитель? Учитель человека или некое высшее я, как бы, да, человека или внутренний учитель? Вот, а вы пробовали найти, где этот внутренний учитель, да, где он у вас, в каком кармане находится? Вот, поработав, пробовали, да, и как нашли? То есть, вот на четвертом занятии вы узнаете, где конкретно эта область в вашем разуме, в вашей психике, куда можно прийти, как бы, да, включившись во внутреннее пространство, к этому своему внутреннему учителю, а получить какую-то информацию, защиту, совет, как бы, покровительство. Пятое, мы будем, мы научимся с вами включаться во внешние источники. То есть, мы, смотрите, мы чего, мы научились поворачиваться внутрь, сделать картографию внутреннего пространства своей психики. Дальше мы исследуем, как бы, пространство я, личность, левое полушарие. Дальше мы исследуем пространство не я, подсознание, коллективное, бессознательное, информационные цепочки. А дальше мы создадим интерфейс, чтобы включаться через это во внешний мир, во внешние источники энергии. Включение во внешние каналы силы, создание, как бы, некий, ну, портал или проекция, да, через наш разум. Проявление вот этих каналов. Мы посмотрим вот эти вот включения, да, поработаем там с энергиями природы, с энергиями, связанные там с плотностью, с силой и так далее, с различными каналами. Посмотрим эту работу и посмотрим какие-то позитивные области. И последнее, как бы, что я хотел бы дать, как бы, да, что вот максимум был бы пользы, это навыки работы со своими темными областями, с проблемными зонами. Те области нашей психики, где зафиксированы какие-то травмы эмоциональные, психологические, потрясения какие-то, которые человек мог пережить, какие-то вот это камень на душе, эти области, они сжирают огромный потенциал нашей психики. Наша психика, она гибко, лобильно, она адаптируется, да, и получив некое разрушение, некий удар, наша психика стремится достроить эту область. И я вот рассказывал, как бы, на занятии вчера, наверное, да, была такую модель, как бы, комната, да, и там ремонты делают, вот, ну, люди-гости столицы, вот, и там здесь, как бы, наляпано, здесь, как бы, свалено все, да, и здесь, как бы, все перекошено, вот, и здесь какой-то кошмар, и просто, как бы, клееночкой прикрыто, да, здесь вообще дыра в стене, как бы, на улице, как бы, мороз, вот, вот, и это, как бы, картина нашей психики, вот, достаточно часто, как бы, попытка фиговым листочком прикрыть, как бы, да, дыру в стене. И наша психика пытается это делать, и это гигантская, это очень дорогая, дорогостоящая, как бы, транзакция, да, то есть, вот это механизмы вытеснения, как бы, проекции, защитные вот эти механизмы психики, которые пытаются прикрыть, как бы, да, компенсировать какие-то удары, там, покореженности, травмы, полученные нашей психики, сжирает огромный потенциал нашей психической энергии, сжирает огромный наш потенциал. И потом у человека, как бы, да, мир серый, делать ничего не хочется, энергосберегающий режим. И проблема часто вот в этом. Поэтому в большинстве традиций, как бы, начинаются, там, практики перепросмотра, да, вытаскивание, как бы, вот этого, своих энергий с прошлых взаимодействий. Так говорится о том, что нужно, как бы, вот, там, свою, там, искалеченную душу вылечить сначала, там, да, выровнять, как бы, вот, научиться, как бы, там, восстановить гармонию внутри себя, исцелить свое внутреннее я. Вот, и я вам не обещаю, что за одно занятие, как бы, да, вы превратитесь в Будду, но я вам дам наиболее, как бы, эффективные инструменты и понимание, как с этим работать, да. Мы, как бы, на втором занятии научимся такие ячейки находить, на шестом занятии мы найдем такие ячейки, и вы научитесь, и вы узнаете, как с ними работать. Как можно, как бы, да, вот этот, вот, как бы это сказать, ну, такой кошмарный ремонт превратить в евроремонт, да, чтобы, вот, не переходить на какие-то, там, личности. Вот, то есть, как, как бы, восстановить целостность внутреннюю, как восстанавливать вот эту целостность внутренней психики, так, чтобы это не сжирало, как черная дыра, вот эти черные такие области, да, ресурсы, дорогостоящие ресурсы нашей психики, которые нам и так непросто во внешнем мире, как бы, сохранять при постоянной бомбардировке нашей психики со всех сторон. Вот, то есть, мы поработаем, как бы, вот с этими зонами обид, негативный опыт, инструктивный базис психики, научимся убирать вот эти деформации, и на этом, как бы, я буду доволен, как бы, что вы приобрели за этот курс максимум полезного и необходимого вам инструментария для вот этой работы. Вот, соответственно, я всех приглашаю, как бы, записывайте сейчас, действуйте на этот курс, обретите возможности, способности своей психики, да, Галина, но непросто. Но с другой стороны, смотрите, когда маленький ребенок смотрит, да, на мир, то ему, как бы, ходить непросто, как бы, да, видеть там предметы, говорить очень непросто, на это много лет уходит, чтобы, как бы, произносить сначала просто какой-то детский лепет, чтобы, там, танцевать балет непросто, сколько лет вы в школе, как бы, потратили, чтобы, там, грамоте научиться, то есть, ничего не просто сначала, но когда вы этим обладеваете, это, естественно, начинается для вас становиться, да, это становится, как бы, дается легко, как бы, так же, как мы сейчас ходим, то есть, нам это дается легко. Ну, вот, я просто информацию изучал о самовосстановлении, да, как восстанавливать, как человеку восстановиться из совсем убитого состояния, вот, и я смотрел опыт у людей, которые работают с реабилитацией, там, детей, там, да, людей с, там, церебральным параличом, у которых, как бы, тело, как желе, оно вообще не держится. Такому человеку, чтобы ходить, нужно гигантские расходы энергии, просто, чтобы держать голову, гигантские усилия, а нам это дается легко, потому что у нас есть, как бы, механизмы, да, и, ну, вот, смысл жизни в развитии. Этот данный курс, он новичковый, с одной стороны, да, то есть, он подходит абсолютно для начинающих, это стартовый базовый курс, но, как бы, продровичковые, да, продвинутые практики, я думаю, что продвинутые практики поняли, что здесь тоже, как бы, огромная кладезь психотехник и совершенно нового опыта, да, я думаю, что продвинутые практики здесь тоже заметили, заметили, как бы, много мощных расширений, работа с правым полушарием, работа с левым, раскрутка психики. Так, не получается зарегистрироваться. А что не получается, расскажите. Можем помочь, можно написать на e-mail. Вы зарегистрируйтесь. Заводимся на сайт. Вот, мы, может, сделаем быструю форму, если у кого не получается. Вот, София, я думаю, могла бы сделать, как бы, быстро форму, имя, фамилия, e-mail, телефон, и ее потом кинуть сюда в чат. Если у кого не получится записаться через сайт, да, то можно будет просто оставить свои контакты в форме, и мы вам поможем. Всем, чем сможем. Есть там чат и так далее. Есть ли у кого какие-то еще вопросы по тому, что я рассказал? Зарегистрировано. Ну да, я по нику вижу. Просто зайдите, залогиньтесь, и вам нужно нажать на кнопку записаться. Да, то есть, чтобы записаться, нужно нажать на кнопку записаться. Вас перекинет вниз на форму выбора оплаты. Единая касса – это агрегатор платежей. То есть, это, как бы, наподобие Яндекс.Кассы, да, там другие какие-то кассы. То есть, там можно оплатить картой, там можно оплатить через Сбербанк онлайн, через там Альфа-банк, через терминалы приема оплаты, через банкоматы. Не перекидывает. Мы вам потом тогда напишем. Или мы вам, вот, например, София может вам выставить по нику через нашу админку самосчет. Вот, сформировать инвуз. Может просто у вас что-то сбрасывать. Есть ли какие-то вопросы, потому что у меня для вас еще есть информация о вот этой работе. И я вам еще обещал медитацию, если вы будете готовы еще посидеть с ней поработать. И если вы еще не утомились за это время. Так, вопрос выше. Не вижу. Вопрос, наверное, сильно выше, тогда продублируйте вопрос. Просто очень много других ответов, а лента большая. Так, PayPal. Без проблем. Смотрите на... Я все время возвращаюсь на этот слайд. Вот здесь есть кнопка записаться. Кликаете, вы перепрыгиваете вниз, где есть форма с выбором даты, варианта оплаты. Под этой формой есть радиальные кнопочки. Единая касса и вторая PayPal. Выбираете PayPal. Кликаете записаться. Но интеграции у нас сейчас нет. У меня придет письмо с запросом на PayPal. Мы его вам пришлем. Так, ждите практику. Хорошо. Пишите, есть ли еще вопросы. Новые навыки, они не сохраняются по смерти. Наработанное об этом облачении. Нареет следующего облачения. Это интересный вопрос. Смотрите, это смотря, обстроен ли навык в вас внутрь. Стал ли он частью вас. То есть информация не усвоена, она затирается. Но дальше, смотрите, есть навыки тела. Это то, что связано с нашим организмом. И в посмертии, да, вот тонкие тела нашего тела, они разрушаются. То есть разрушается физическое тело. Душа отлетает. И дальше тело разрушается физическое. Разваливается эфирное тело за 7 дней. За 21 дней разваливается астральное тело. За сколько-то недель. За 40 дней. Потом начинает человек, вот эта душа, она идет в посмертии по некой дорожке. Я вам рассказывать подробно не буду. Но разваливается тот опыт, который связан с телом. И он проецируется у нас в кармическое ядро в Анжиночако. И вот эта информация, она как бы сохраняется, то, что есть на уровне сознания. И оно как бы влияет на следующую личность. Но вот навыки тела, они находятся в тонких телах. В эфирном, в астральном. То есть ездить на велосипеде. Да, почему, или там махать мечом. Почему мы как бы вот, будучи в прошлой какой-то жизни рыцарем, почему мы в этой жизни все заново учимся. Потому что мы прописываем, программируем как бы заново свои тонкие тела. То есть у нас ментальное тело бессмертное. Да, но личное бессмертие нету как бы у каждого. Это как бы достижение еще нужно объединить, собрать. А навыки тела, они разваливаются. Они не переносятся. Не переносятся в теле. Но они записываются в кармическом ядре. И работая с 20 каналом, например, мы можем вытащить эти навыки тела. Да, работая с вот этой силой 20 канала. То, с чем тамплиеры, например, работали в рыцарских орденах с посвящениями. Это мы можем активировать вот эти навыки прошлого. Навыки тела. И у человека появляется ощущение, там, например, если он в прошлом воплощении был там рыцарем. Да, как там с оружием обращаться, как на коне держаться и так далее. Вот. Но это такая большая тема. В вебмайне можно. Ну, в принципе, да. В крайнем случае, если другого варианта нету, то напишите, мы вам в вебмайне тоже можем принять. Так, будет рассмотрен некий другой способ входа в правополушарный режим. Да, будет. То есть мы найдем именно вот это пространство своей психики, такую дверь, в которую можно входить. Потому что, да, это как бы не всегда может быть просто. Есть разные подходы. И тот подход, который я буду давать, он как бы новый. Да, его раньше не было. Так. Ну, вот я вижу, заявки приходят. На PayPal, PayPal пришлем. Так. Надо очень прочно, глубоко на работе науки, новый навык, связанный с родителями именно со знанием. Для этого работают со сборкой личности. То есть собирают личность. Да, то есть объединяют правое и левое полушария. А когда между вами нету разницы между вашим как бы сознанием и подсознанием. Так, один модуль по времени обучения. Модуль, как бы вот этот курс. Ну, курс шесть занятий идет. Курс шесть занятий. Значит, смотрите, пишите, еще есть вопросы. А я вам еще расскажу вкратце, я думаю. И мы перейдем к практике. Режимы работы мозга. Медитации. Да, то есть мозг может работать в разных режимах. Альфа, бета, тета, гамма. Причем я эти режимы, скажем, исследовал реально практически. То есть у меня есть прибор, который показывает эти режимы. Есть такой у меня портативный электроэнцилограф, который так одевается, как некий такой венок или с электродами. Да, к определенным точкам мозга крепится. И до чего техника дошла в телефоне. Они показывают в приложении мое состояние моего мозга, например. И я тренировался, например, альфа, бета, как бы, да, тета-ритмы включать. И это такое космическое открытие для меня было. Потому что чем интересно тета-ритмы? Потому что это состояние воздействия. И это как бы реально биологически обратная связь такая. Не биологичнее, а биологическая. Да, но я что-то делаю своим сознанием. Нет, там, так, там, или, там, как-нибудь так, или, там, там, о, так как-нибудь. Да, и что меняется в мозге. И такой прибор, он позволяет это делать. И я, соответственно, как бы, натренировал какие-то режимы, которые позволяют, как бы, там, альфа-режим, тета-режим. Вот, но в процессе еще исследования, изучения. То есть нет у меня законченной, законченной монографии какой-либо на этот счет. Да, есть просто некий опыт с этим работы. И мы говорили про... Мы говорили о том, что с помощью медитации можно, как бы, поворачиваться внутрь своего пространства и работать с ним. Я вам говорил дальше про картографию нашего сознания, пространство нашей психики. Умение создать такие вот локальные... выделить вот эти ячейки, начать с ними реально работать и взаимодействовать. И мы говорили о том, что можно новые способности нарабатывать. Можно создавать такие новые узлы. Я вот рассказывал вчера на занятии, пример очень хороший, мне понравился. Про актеров. Как актер вживается в роль. Какой-нибудь, там, да, Леонардо Ди Каприо. Вот, то есть человек создает себе образ персонажа. Как выглядит, какие повадки. Какой у человека, как бы, там, бэкграунд. Кто он как личность. Как он общается с другими людьми. То есть человек создает... Как разговаривает. Какие интонации. Какой сленг используется. Да, из какой среды этот человек. Кого он, там, уважает, боится и так далее. То есть актер прорабатывает множество-множество деталей. Что при этом происходит? Человек у себя вот в этом пространстве психики создает некую ячейку, в котором прописывается вот этот аватар. Вот этот персонаж детально, во всех подробностях, да, какой-нибудь Джек Николсон, там, потом и гениально играет, как бы, персонажа по-своему вот этого. То есть они... И что они потом делают? Они вот это создают, такое альтер-эго, пространство своей психики. Но потом они туда влазят, и они живут этим человеком. Они смотрят на мир через вот этот человек и через вот этот персонаж. Да, они, как бы, проживают жизнь этого человека, реально. Потом они, как бы, руку из перчатки высовывают и опять, как бы, сами. Идут, как бы, потом психотерапевту приводить мозги в порядок, как бы, да, чтобы не тронуться. Потому что это тяжело бывает. Ну, вот, пример, как бы, с Бэтменом. Да, там вот гениально актер сыграл Джокера. Гениально сыграл так, что, как бы, не смог выйти из роли. И, как бы, да, и сбрендил, и самоубился. Вот, но он вживился настолько, вот, это, как бы, было, как бы, реалистично. Да, когда смотришь, как бы, что, вот, как бы, психика начинает так вот тоже, мол, у людей, как бы, немного двигаться. Это, да, why is all serious? В чем моя идея? А что, если мы также будем создавать вот эти ячейки, но со способностями? Например, мы, как бы, включимся в пространство правого полушария. И представьте, что мы создадим слой за слоем с вами, как бы, такую структуру экстрасенсов. Мы создадим слой за слоем такие нейронные цепочки, которые есть в мозге у действующего, да, работающего человека, который включен в информационные цепи мироздания. И способен, как бы, принимать, воспринимать информацию. Как у какой-нибудь Ванги, например, да. Без, как бы, вот, остальных проблем. Вот, представьте, что мы, как бы, научимся включаться и такие области создавать. Как бы, да, создавать, как бы, вот эту вот способность в себе и в нее включаться. Так же, как это делают, скажем, актеры. Мы, как бы, возьмем какие-то области, мы сместим свой фокус внимания в область, которая связана с телепатией, например. И создадим там себе, вот, прокачаем этот механизм. Вот, прокачаем вот эту возможность. Или область третьего глаза, да, где вот эта шишковидная железа находится. И мы там создадим такой слой за слоем, работающий механизм воспроизведем. И наш мозг создаст вот эти нейронные цепочки. То есть мы говорим об определенном фитнесе для нашего мозга, который позволяет способности развивать. И это то, что мы будем делать. Ну и практика. Давайте попробуем. Вот, я честно скажу, что мы, как бы, вот, час сорок, как бы, занимаемся. И вы, наверное, немного могли, как бы, подустать. Вот, ну, я постараюсь, как бы, сделать то, что можно с практикой, да, за, там, 10-15 минут. Как бы, то, что можно продемонстрировать. Вот, но вам нужно, как бы, исходить из того, что это, как бы, некий такой пробник, да. Сейчас попробую найти нам какое-нибудь интересное сопровождение. Вот, да. Слышно так, звук, да, есть? Хорошо. Значит, смотрите. Я... Выключу, чтобы вы могли, чтобы оно вас не отвлекало. Нам оно не понадобится. Первое, с чем мы работаем. Мы используем дыхание для саморегуляции, как удобный способ работы с собой. Сядьте удобнее, вытяньте глаза, вытяньте позвоночник наверх. Так, чтобы тело обвисло на позвоночнике, на костях. И сделайте три глубоких вдоха, выдоха. Делаем вдох. От низа живота, центр, вверх наполняем. И задерживайте дыхание. Примерно на такой же промежуток, как делали вдох. И потом выдох, выдыхаем. Опять делаем вдох, задержка, выдох. Дышим гармонично. Вдох. От низа живота вверх. Задержка дыхания. Выдох. Вдох. Задержка дыхания. Выдох. Пробуйте где-то растягивать каждый интервал на 10 секунд. 10 секунд вдох, 10 задержка, 10 выдох. Но не считайте цифрами. Просто интуитивно, так, чтобы вам дышалось комфортно. Дышим. Вот в этом ритме. Вдох, задержка, выдох. Ритмичное дыхание используем. И с каждым вдохом, задержкой, выдохом, пробуйте глубже погружаться внутрь себя и отстраиваться, абстрагироваться от физического тела и физического мира. Глаза закрыты. Делаем вдох. Задерживаем дыхание, не напрягаясь, расслаблено, выдох. Дышите самостоятельно, комфортно. Настройтесь на нечто приятное, гармоничное. Настройтесь на внутреннее пространство своей психики, где вы чувствуете себя в безопасности, умиротворении. Где вы ощущаете себя под защитой неких сил, которые вас оберегают. Делаете цикл вдох, задержка, выдох и полностью расслабляете свое физическое тело. Полностью убираете напряжения любые и отстраиваетесь от физического тела. На следующий вдох, задержка, выдох, полностью расслабляете свою психику. Скидываете из себя психическое напряжение. Ощущаете легкость. Как будто вы только проснулись или даже, я бы сказал, только родились. Как бы в предвкушении, как в детстве, в радостном. Третье. Погружаетесь в состояние внутреннего молчания. Останавливаете работу своего ума, проговаривание какого-то текста внутри себя. Для этого мы в пространстве своей психики погружаемся в некую область без слов. Там, где нет мыслей, там, где слова не произносятся, мысли замораживаются. Продолжаем дышать в ритмичном ритме. И следующее, что нам нужно сделать, это абстрагироваться максимально от физического плана. Постарайтесь свое внимание как бы вытащить из органов чувств, из ощущений тела, из построения как бы пространства физического вокруг себя. То есть наше сознание, оно как рука, всунутая в перчатку, в наше тело и в наши органы чувств. Постарайтесь настроиться на состояние примерно как во сне, аккуратно балансируя. То есть во сне вы не чувствуете физического тела, во сне вы не чувствуете пространства вокруг. Но нам не нужно погружаться в сон, нам нужно сосредоточиться на пространстве своего разума. Вы можете на это пространство настроиться как некая полевая структура, некая светящаяся такая субстанция вокруг вашего тела. Это некое пространство, формируемое вашей психикой и вашей душой. Некое такое виртуальное пространство вашего опыта, которое спровоцировано в ваш мозг. И в этом пространстве мы изначально обычно не воспринимаем чего-то. То есть каких-то объектов, какой-то картографии, каких-то ячеек. У вас может пойти просто некий поток образов, поток воспоминаний. И часто медитация это следование такому потоку или формирование такого потока образов на определенную тему. Там скажем энергии природы какой-то. Наша задача сейчас не укурить куда-то в своей как бы там фантазировании, неким потоком мысли. А наша задача поработать с внутренним пространством. И следующее, что мы здесь делаем, это находим некую область, ячейку для медитации. Сосредоточьтесь на пространстве своего, своей вот психики, своего разума. Как бы замрите и начните это прислушиваться к этому пространству. Начните вспоминать некий опыт состояния безмолвия. Опыт, как бы да, переживания, которое у вас могло быть когда-то. Когда ваш ум был абсолютно спокоен и недвижен. Когда вы испытывали полный такой внутренний покой, как состояние просветления. Такой некий внутренний дзен. Ясность ума. Когда в голове не было никаких мыслей, но все было ясно и понятно. Как бы такое состояние локального просветления. Попробуйте либо вспомнить, либо настроиться, либо создать такой опыт. И дальше здесь важна фокусировка. Попробуйте вот вокруг себя в пространстве психики как раскинуть, как некий сеть такой, не вот, во все стороны. Попробуйте как вот не вот такой сеть раскинуть и начать как бы этой сетью тянуть. И настраивайтесь на такой вот опыт внутреннего дзена, как бы, да, внутреннего безмолвия. То есть попробуйте, погрузившись во внутреннее пространство, начать его сканировать. И вы как бы пробуете вот такой сеткой зацепить такую ячейку, такой вот островок некой вашей психической реальности. Где у вас в психике может находиться вот это состояние внутреннего безмолвия. И вы как бы кидаете в одну сторону, пробуете вот это безмолвие и такое просветление зацепить. Смотрите, зацепилось что-то или может нет. Может в другую сторону, в другую сторону закинули, да. Опа, что-то вроде цепляется. Пробуете тащить как бы к себе или сами туда погружаться. Да, сдвигаетесь к этому некому пространству. И это может выглядеть как некая, ну, территория, некий пятачок там, там, какая-нибудь. Попробуйте туда погрузиться и начать отождествляться с вот этим пятачком. И смотрите, при отождествлении у вас появляется вот это состояние, которое я описывал, внутреннего безмолвия и ясности ума. Попробуйте из этого пятачка, куда вы сдвинулись, еще раз закинуть сеть в другую сторону. Смотрите, цепляется еще, вдруг еще как бы те стороны, которые вы еще не задействовали. Так, чтобы вы все пространство своей психикой, некой такой сеточкой прозондировали. И вы должны найти самое такое вот яркое пятно именно с вот этим состоянием. И в норме, да, на это отводится приличное количество времени, чтобы вы могли не спешить, да, чтобы вы могли это качественно сделать. Постарайтесь погрузиться, попробовать в такой пятачок, что у вас, как бы какой островок вашей психической реальности у вас как бы зацепляется. И отождествитесь с этим местом. И попробуйте отождествившись и настроившись его визуализировать. И не то фантазируйте, а просто слушайте себя. Что первое? Какой первый образ, который у вас пришел резонирующий? Как вот первое состояние, первая картинка самая, которая у вас возникла, резонансная? Вот эта картинка, запомните ее, она будет вашим ключом для входа вот в этот узел, такой входа вот в эту ячейку. Попробуйте, как бы, в эту ячейку влезть и там сесть в позу медитации. Это может быть там беседка какая-нибудь, или пещера, или там гора, или это ледник какой-то, да, или там пик вершина какая-то. Вот, что у вас, как бы, или там на дне океана, да, или на луне. Вот, попробуйте туда сесть, внутри своей психики, в состоянии медитации, и начните слушать это пространство. Попробуйте, не забывайте дышать. Вот, попробуйте ощутить вот это безмолвие самого пространства. Ощутите, как пространство неподвижно, что мыслей нету в этом месте, и при этом есть ясность в голове, нету какого-то тумана, нету какой-то замыленности восприятия. Ощутите некую ясность возникающую. Может, сверху над вами будет солнце, которое вас припекает, может, что-то еще, какой-то источник, да, энергия, которая питает ваш разум, и вот эту ясность ума дает. Но при этом и ваш ум абсолютно спокоен. При этом ваш ум абсолютно неподвижен. Попробуйте, ну, как бы вдохнуть вот этот воздух этого пространства, или вот энергию, как бы прану этого пространства, зачерпнуть внутри себя, сделать внутри себя как бы глубокий вдох. Ну, свое дыхание отождествляете, да, с дыханием в том пространстве. Задержите дыхание, растягивая вот этот теня, как бы вот этот растягивая промежуток, выдохните. Попробуйте сделать пять таких глубоких вдох-задержка-выдох, растягивая каждый и с каждым вдохом, задержкой-выдохом глубже и глубже, погружаясь вот в это состояние неподвижного ума и ясности ума, погружаясь глубже и глубже вот в это пространство такой локации. Продолжение следует... И сделав этих пять глубоких вдохов-выдохов, понемногу выходите из этого состояния, открываете глаза, сделайте глубокий вдох-выдох, разотрите руки физически свои. И мне о своем опыте полученном, получается ли вот эта практика. Напишите в чате от 0 до 10, насколько вам понравилось такое погружение и напишите, насколько у вас получилось вот это погружение, да, насколько было это реалистично для вас. При том, что это было, ну, как я описывал достаточно так бегло. Расскажите, у кого, как визуализировалось это пространство? Удалось ли, первое, да, как бы повернуться внутрь, удалось ли вот этой сетью, как бы зачерпнуть такую ячейку? Вот, кто почувствовал, что получилось, как бы такую ячейку в своей психике зачерпнуть? Вот, у кого удалось визуализировать? У кого не удалось, расскажите. То есть, какие, до каких ощущений состояния вы дошли за вот этот кусочек? Так, дерево у кого-то было, да, отлично. Энергия природы, все получилось, отлично. Остров в океане с ясным небом. Да, хорошо. Интересно. В белом светящемся шариком были. Сознание точки в центре шарик. Так, хорошо. Белый купол. Тоже картинка у острова появилась. Так, хорошо. Еще у кого какие наблюдения? Пишите. Понравилась ли вам вот эта практика, скажете мне? Так. Понравилось. Получилось вначале на СИЭН, потом сбилось дыхание. С дыханием, да, немного потренироваться можно. Дыхание является важным инструментом для саморегуляции нашей психики. При том, то есть, нужно потренироваться, да, при том дыхании, что я давал. Наша биохимия перестраивается, организм начинает работать по-другому. Да, полушария мозга начинает по-другому работать. И такое дыхание, оно уже естественным образом нас погружает в состояние медитации. Шар из природы. Технику уже не нравится. Мест на высокой горе. Так. В первом пространстве шарообразной была. Хорошо, да. Шар, как бы идеальная форма. Так. Там в душе была точка, которая очень болела. Да, да. Не без этого. Вот. И я об этом говорил, да, что мы будем с такими областями работать. Так. Так, отключились в световом пространстве. Угу. Понравилось. Так. Хорошо. Нравится на стене, астрагируйся от тела. Были завязки на области тела. Угу. Прикольство к сети. Так. Ну, ничего. Для первого опыта это нормально. Это хорошо. Без ситуации не было бы ощущения пребывания внутри, огромного пространства, а не того, что пространство сознаем. Угу. Так. Хорошо. Очень приятное ощущение безмолвия, стабильность. Отлично. Понравилось. Не хотелось выходить из медитации. Да, я вижу, что вас расшевеливает немного. Чтобы многие, как бы, погрузились, понравилось. Хорошо. Так. Получилось эти по кусочкам собирать, пока не получается. Страю. Ок. Угу. Посолизизировали. Лавочку. Да. Хорошо. Полномолчание. И секс, рару, как лучший свет. Так. Хорошо. Отлично. Так. Состояние такое уже было не раз раньше. Угу. Хорошо. Еще у кого какой есть опыт? Есть ли какие-то вопросы еще, скажите мне? То есть, ну, мы вам с вами посмотрели первые стадии, да, погружения в вот это пространство внутренней локации и формирование, начальное такое формирование области для медитации. То есть, до работы с Высшим Я пока еще не дошли. Вот. Может, если еще будем повторять, делать новую, наверное, эту тему, то, может, там тогда дадим практику дальше. Теперь множество телевизоров. Угу. Я, как я писал, рассказывал, активировать, мобилизировать ресурсы своей психики и заняться самопознанием, пониманием себя, своих внутренних резервов, да, сделать картографию ресурсов своей психики и наработать способы, техники их активации, погружения, да, активировать свое мышление, активировать свои энергетические резервы, активировать какие-то состояния, связанные с правополушарными режимами. Так, записали, попробуйте. Да, хорошо. Соответственно, как бы от Вас требуется некое решение принять, да, готовы ли Вы дальше над этим работать. Я Вам рассказал, как бы вот, как есть сама практика. Я Вам описал шаги последовательности, да, и внутренние знанки этой работы. Вы можете с этим заниматься, работать самостоятельно. Можете, ну, как бы ничего не делать, как бы переключить с, да, своим вниманием зацепиться за что-то еще, как бы водоворот там жизни, погрузиться и вот так и остаться на месте. Либо Вы можете подключиться и работать по шагам, как бы, да, за ручку, шаг за шагом, каждое из этих действий с нами на занятии. И я думаю, можно с уверенностью сказать, что Ваша жизнь, она после такого тренинга не будет такой, как раньше. И Вы сможете за это время, за эти шесть занятий, очень существенно серьезно себя преобразовать. И я даже уверен, что та эффективность, которую Вы получите, она Вам позволит, во-первых, открыть совершенно новые перспективы, дороги Вашей жизни. И очень быстро окупить те инвестиции в свое, в себя, как бы, да, в свое развитие, которое Вы предприните. Достаточно быстро Вам это окупится. И что самое важное, и что мне нравится в вот этих занятиях, те навыки, те способности, которые Вы развиваете, разобьете за время занятий, они с Вами останутся навсегда. То есть Вы, как бы, участвуете, записываетесь в тренинг один раз, тратите на это вот шесть занятий, да, вот Вы выделяете, как бы, да, шесть вечеров, когда Вы вместе с группой со всем этим работаете, занятия записываются, у Вас потом есть доступ к записям все время, вот. Ну, в рамках предложения этого курса, да, в том пакете, что мы предлагаем, это возможность, опция есть, что Вы потом в любой момент сможете подключиться, да, и продолжить, как бы, работать. Но вот эти навыки и возможности, они с Вами остаются потом всегда. Совет по быстрому засыпанию. Угу, получается, ясность ума, угу, почти изучились быстро засыпать. Да, есть последовательность, алгоритм, шагов. То есть первое, нужно от тела, от тела абстрагироваться, научиться. Я, как бы, себя тоже так тренирую. Вы учитесь абстрагироваться от своего тела, вводить в состояние, когда Вы, это что-то такое вот, как бы, некое облачко, которое над телом витает. То есть Вам первая стадия – это научиться, как бы, что Вы тело себя своего не чувствуете. И у нас, как бы, в пространстве разума, в мозге, есть тоже область, которая связана с доминантами. То есть мы засыпаем, когда гасится доминанта левого полушария, и когда активируется, включается доминанта правого полушария. То есть самый быстрый способ заснуть, да, это в пространстве своего вот этого разума психики, нам как бы из левого полушария уйти, угулять в пространство правого полушария, да, я вхожу в состояние, когда включается такой поток образов, когда вам как бы, ну, фильмы показывают, мультики, ваш мозг. И вы туда, на этот поток как бы подсаживаетесь, как бы отцепляетесь от тела и начинает уносить. Это достаточно быстрый способ, чтобы уснуть. Дальше как бы работа сводится к тому, чтобы как бы отцепляться от мешающих ощущений. Мешать может как бы раскрученность психики, или есть астральное тело негармоничное. То есть какие-то такие уже идут детали, да, что нужно себя там где-то гармонизировать, где-то как бы кнопки отжать, чтобы выключить тумблеры, да, и тогда вас как бы уносит. Так, можно сколько прервать в полусонном состоянии? Ну, сколько угодно. Ну, это не полусонное состояние, это состояние медитации. Есть разница. Просто сидеть с закрытыми глазами и совершать как бы умственную работу, которая вас меняет. По времени 6 занятий. Занятие 2 часа идет примерно. Ну, вот как у нас вебинар прошел. Только на вебинаре я вам как бы большей частью рассказываю чего-то, а на занятии мы главным образом делаем. Мы большей частью практиками занимаемся, внутренней вот этой работой. То есть практика, она занимает там в общей сложности, как бы, ну, вот аудиодорожки, как бы, да, минимум час где-то идет, часто как бы больше. Работаем мы по презентациям, как бы специально у вас есть, будут записи занятий, вот этих видео, да, если вы пропустили какое-то занятие, как бы, не сможете вовремя быть, не страшно совершенно. Можно заниматься по записям, вот, но лучше присутствовать. Но записи дают тоже тот же практический эффект. И эти записи, они здесь в этом курсе останутся у вас. Вот, и представьте, что было бы, если бы такой тренинг, он научил вас, как бы, всего лишь только активировать свое мышление, да, ускорять, как бы, процессы своего соображения, когда вам это нужно. Активировать с утра свою психику, когда вам это необходимо. Входить в энергоресурсный режим, восстанавливаться от каких-то эмоциональных травм, повреждений. И входить в состояние победителя, да, вы с утра проснулись, вы активировали себя, раскрутили свою психику, потому что у нас тело, оно лежало, как бы, плашмя, да, там, 6-7-8 часов, оно задеревенело, психика, как бы, вошла в стадию торможения, как бы, мозг работал во внутреннем режиме, там, инвентаризации систем, как бы, организма, там, лечения и так далее, регенерации. Нам нужно переключаться, как бы, да, оно нужно мобилизоваться, нужно быстро войти в режим, как бы, активного соображения. Вот, вы активируетесь, мобилизовались и вошли, а дальше вот в этот режим, как бы, удачного дня, режим, как бы, победителя. То есть, погрузились в ту ячейку, где у вас записан весь самый позитивный опыт, самые, как бы, да, лучшие, как бы, прожитые вами дни. И вы из этого состояния дальше живете, как бы, с уверенностью в себе, состоянием победителя, да, состоянием продуктивного мышления. При этом вы можете эффективно, как бы, эшелонироваться, прикрываться от каких-то ударов, как бы, ударов, там, по вашей психике, по вашей личности. Быть более гармоничным с мирозданием. То есть, если бы этот тренинг, он дал вам только это, только один из этих элементов, да, но вы получаете гораздо больше. Вы получаете целую, как бы, концепцию, парадигму, в принципе, саморегуляции. Вы получаете инструмент для дальнейшего исследования, работы с собой. И первые, еще я вам подготовил бонус. Вот, первые пять человек, которые из вас не только запишутся, но и оплатят этот курс, получат бесплатно курс по медитации. Вот этот курс, который у нас стоит пять с половиной тысяч, то есть он, собственно, стоит у нас настолько же, сколько вот этот курс. Я первым пяти оплатившим подарю вот этот курс, доступ до записи, как бы, до возможности заниматься самостоятельно, работать с записями вот этого курса по медитации, где рассматриваются подробно механизмы медитации, да, что такое, как бы, внутренне-субъективное, внешне-объективное программа, пространство. Как работать с созданием ядра желания, реализовывать свои желания, да, как работать с созданием намерения ядра, воздействия на внешний мир, как притягивать через медитацию себе желаемые какие-то события, как работать с концентрацией и много-много чего еще здесь описано. И я решил, как бы, ввести медитацию и саморегуляцию в массы, да, первые пять человек, которые запишутся, оплатят, мы вам вот этот курс по медитации подарим. Кому это интересно? Еще, как бы, да, я готов сделать личную дать гарантию, что если вам, ну, что-то не пойдет, не устроит, то я верну вам деньги. Вот, вы можете бесплатно, как бы, ну, да, относительно записаться, участвовать в занятии, пройти, получить материалы, заниматься полностью, полноценно первое занятие. И если вы решите, что вам это по какой-либо причине, я не знаю, не подойдет, то никаких проблем. До начала второго занятия вам достаточно будет просто написать, и мы без каких-либо вообще вопросов вам платеж полностью вернем. Вот, моя гарантия. На вот это вот участие. То есть вам нет необходимости принимать решение сейчас, да, я вам предлагаю просто попробуйте, попробуйте позаниматься, посмотрите, попробуйте, даст ли это вам результат. Будет ли это работать у вас? И это уже моя, как бы, работа, моя задача довести вас до результата, сделать так, да, так вам этот материал преподать, так вам этот материал дать, провести вот эту медитацию, провести эти практики, объяснить, про транслировать состояние, чтобы у вас получилось. Да, я, как бы, в первую очередь в этом заинтересован, чтобы эти результаты у вас были. И вам нет необходимости принимать решение прямо сейчас. А я вам предлагаю пока попробовать, да, запишитесь, приходите на первое занятие, попробуйте, и вы сможете тогда, как бы, уже решение полностью принять до начала второго занятия. Если вам не подойдет, то деньги вам без вопросов просто вернутся, да, и никаких проблем. То есть, я, как бы, сильно дорожу репутацией школы, практик наших, как бы, бренда некого. Занимаюсь я этим уже практиками, да, лет, там, 16, обучением, преподаванием тоже лет 6 уже, как минимум, активно занимаюсь. И курсов я провел уже сотни, как бы, экспертности и, там, некой авторитетности, наверное, мне и практики, да, не занимать. То есть, я уверен, что я могу давать качественный материал, я могу давать виды результата. Я этим профессионально занимаюсь уже не первый год. И если у вас какие-то есть сомнения, то я вам предлагаю, попробуйте, что вы потеряете. Да, вы можете прийти позаниматься и посмотреть, будет ли это работать у вас. Но про эффекты, про результаты, которые вы можете в результате получить, я вам уже рассказал. То есть, дальше остается дело за вами, принять решение. И это решение вам нет необходимости принимать прямо сейчас. Можете записаться, приходить на занятия и там уже решить. На этом, в принципе, я вам рассказал то, что хотел сегодня на занятии по вот этому вебинару. В результате у нас получилось там 2 часа где-то, да, и я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Занятие у нас проходит, планируется по воскресеньям с 5 до 7 часов. Так, да, вот я вижу, платеж от Оксаны пришел. У меня всплыло сообщение. Вот, не знаю, попали ли в пятерку. После вебинара, как бы, мы посмотрим, кто, потому что заявок тут много. Уже есть. Участники записываются активно. Вот, ну, думаю, да, попали в число оплативших. Хорошо. Значит, дальше, с вас, со своей стороны, я вам все рассказал, что хотел. Как бы, да, я вам, как бы, все карты раскрыл, все возможности вам дал. Дальше ваше дело записывайтесь. Пробуйте, не тяните. Пока у вас есть такая возможность. Участвуйте, да, действуйте, получайте бонус-призы. И до встречи на занятиях. Всем счастливо. Всем спасибо за участие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!